вот друзья что у нас получилось мы остановились с вами где-то вот здесь на этом месте и я сама провязала всю длину я уже объясняла вам как прибавлять в середине этого рисунка в уголочках то есть по вершинке сейчас еще уточню и посмотрите я хочу обратить ваше внимание как этот рисунок ведет себя ведь он как резиночка складывается встреч его эффект имеет но после того как мы его про утюжим он разгладится и будет иметь форму вот как эта юбочка то есть абсолютно ровный ровный рисунок я хочу вам показать что смотрите мы с вами остановились мы прибавляли уже до 4 петель в ряду видите как какая фактура рисунка получается при при вязании по кругу получается изнанка и лицо отличается фактура вязания то есть здесь есть изнанка при вязании по кругу а если если бы мы вязали туда обратно и присоединялись то не было бы изнанки можно было бы носить и так и эдак а тут есть изнанка и лицо вот сейчас по лицу удобно увидеть смотрите как я добавляла петли как я вам рассказывала показывал а вот здесь эти серединка идет кустики вот это целующиеся пропуски были да и до серединке вот здесь даже можно посчитать и видит и видно как расширяется эта полоса к низу столбиками без накида а последний ряд я специально провязала столбиками с накидом чтобы вы видели разницу как грубо получается и большие дырки и тогда нужно делать под юбник а тут в принципе для куб для куколки или для маленькой девочки то есть под юбник не понадобится но я все-таки на этих столбиках без накида я вам еще хочу как бы дополнительно показать чтобы вы уж освоили эти для себя уголочки вот смотрите как я их вязала и здесь в последнем ряду чтобы расширить юбочку я смотрю что у меня уже мало не так остается и к низу надо было использовать до конца нитки и в общем достичь нужной длины потому что у меня юбочка старинная кукла вы видите какая вот она старинная немецкая кукла у нее ножки и тельце мягкая из ватина и ножки тут тоже только до коленок а здесь ватин и поэтому нам нужно длину юбочки ну ниже ниже сделать коленок вот я и посмотрела что у меня не хватало длины юбочки но она еще сейчас мы про утюжим она длиннее станет но я все равно запасик хочу сделать как ажурчик просто столбиками с накида провяжу теми же уголочками пару рядов и получится такой ажурчик даже я еще увеличу количество петель сейчас у меня было вот по 6 петель до кустика и после кустика в столбиках без накида а столбики с накидом я уже стала добавлять до 7 петель и вот видите как он уже кучеряется сейчас вам покажу как я это делала вот целующийся в столбиках без накида тут лучше видно лучше можно определить где целующийся где кустик вот целуешься пропускаем и вывязываем здесь у нас было по 6 петель а я сейчас еще одну петлю добавлю и сделаю по 7 петель в ряд правой и в левой стороне то есть я уже не буду через кустика я прямо через ряд а я в каждой полосе добавлю практически по две петли здесь и здесь так 36 и 6 делаем седьмую кустик из 1 3 видно хорошо ли так и тут смотрите вот тоже за кустиком я делаю из 1 2 чтобы у меня получилось тоже 7 петель в этой стороне так в каждом в каждой полосе вот до целующийся дошла и сейчас здесь и здесь прибавлю а вот я до дойду сюда и в следующем ряду я добавлю еще по одной петли чтобы такой клешек еще был сейчас я вам я провяжу сама чтобы не тратить ваше время и покажу результат сейчас вот смотрите я дойду 3 4 5 6 и седьмую добавляем и так далее сейчас провяжу еще один ряд посмотрите я немножко провяжу провязала и убедилась что мне такой вариант не нравится ведь я сильно загрубляют столбики с накидом поэтому я сейчас распущу оставлю только вариант со столбиками без накида просто сейчас возьмем распустим и и сделаем элегантную юбочку без этих грубятин и и и